Войны-орлы Элитные штурмовые отряды, всепобеждающие империи ацтеков Это общество воинов Бойцы, владеющие особым оружием Пленные умирали на священном алтаре Он в буквальном смысле вырывал еще пульсирующее сердце А затем воины столкнулись с невиданным прежде врагом — испанцами Никогда раньше они не видели железное оружие, никогда не видели лошадей Столкнулись две культуры Нет никаких правил — убей или будь убитым Все закончилось кровавой битвой, известной как Ночь печали Люди перепрыгивали через других людей Они бились за свою жизнь То был звездный час воинов-орлов Это была их величайшая военная победа Могущественная империя ацтеков в своем зените Они пришли с севера Менее чем за 200 лет они безжалостно покорили огромные просторы Центральной Америки Ацтеки отличались абсолютной безжалостностью Они привыкли использовать насилие для устрашения всех местных сообществ Одну за другой они уничтожили все нации, стоявшие у них на пути Ацтеки были великими воинами, они прекрасно сражались Бесстрашная раса вела постоянные войны Никто не мог сравниться с умениями, жестокостью и агрессией ацтеков Ацтеки в буквальном смысле были прирожденными бойцами Как только рождался мальчик, его воспринимали как воина Преподносили ему крошечный меч, щит, лук и стрелы Повитуха только и твердила о том, что он вырастет воином После родов закаленный воин разрезал пуповину мальчика А затем зарывал ее на пропитанном кровью поле брани Ритуал символизировал надежду, что юноша сам будет стремиться стать великим воином Военная подготовка начиналась с раннего возраста Еще с пеленок мальчиков записывали в дом молодежи Обучение ацтеков было суровым Весь его смысл сводился к тому, чтобы стать лучшим в этом деле Они занимались только военной подготовкой С самого начала и до конца это была военно-монашеская жизнь Новобранцами занимались закаленные в боях ветераны Их задачей было превратить мальчиков в боевые машины Они лишали их чувства индивидуальности, лишали чувства страха Могли наказать поркой или лишением пищи Много времени уходило на оттачивание действий до автоматизма Поэтому они шли в бой, не думая, правильно ли они поступают Враг ли это? Поразить его, вот моя работа Способ ведения войны ацтеками уникален Они использовали свои войска очень необычно Ацтеки вели войны в основном для захвата пленных Их цель была в том, чтобы ранить, покалечить и взять в плен Но не убивать Они не убивали в сражении Для них главное было захватить пленного Захват большого числа пленных был большим достижением Пленных можно было истязать Лишь бы они были живы Они были нужны для высокой цели Для алтаря огромной пирамиды, что выселась в их столице Теначтитлане Пленный должен был подняться по ступеням на пирамиду Его укладывали на жертвенный камень Четверо жрецов держали руки и ноги пленника так Чтобы его грудная клетка выпятилась вверх После чего приближался пятый жрец с большим кремневым ножом Он вспарывал брюшину Засовывал внутрь руку И в буквальном смысле вырывал еще пульсирующее сердце Затем тело сбрасывали по ступеням храма вниз Они делали это снова и снова Бесчисленное множество раз Ритуал человеческого жертвоприношения ужасал другие народы И вынуждал их покоряться Масштабы человеческих жертвоприношений поражают воображение По этому поводу продолжаются споры Но некоторые полагают, что ежегодно приносили в жертву до 50 тысяч человек Более 130 жертвоприношений в день было убийством в промышленном масштабе Но ацтеки верили, что подобная массовая резня необходима Этого требуют их боги Идея в том, что кровь требуется богам для создания людей Поэтому человечество должно поддерживать богов кровью Тогда Солнце продолжит свой путь по небу Если не кормить богов, это приведет к определенному результату В ацтекской космологии, если не совершать постоянные и обильные человеческие жертвоприношения Тогда не взойдет Солнце, не вырастет урожай и все погибнут Каковы бы ни были духовные или политические причины Ацтеки верили, что человеческие жертвы — залог существования Вот почему для империи было крайне важно создать особый корпус сил спецназначения Обученный захватывать большое количество пленных Этих мужчин называли солдатами Солнца Они — воины-орлы Воины-орлы — самые лучшие и храбрые Мужественность воина — основа личности ацтека Будучи воином, мужчина проявляет себя, свою личность, доказывает свою значимость Отбор в их ряды был таким же суровым, как в современном спецназе Социальная и военная структуры обеспечивали привилегии тем, кто захватывал множество пленных Так вы, образно говоря, зарабатывали свои нашивки, делали карьеру Чем больше пленных вы приводите в столицу, тем более успешным вас считают У всех современных армий есть своя воинская элита Это такие подразделения, как САЭС Морские котики Команда Дельта Все они обучены не только убивать, но и брать врага в плен живым Кент Джонс служил в британской САЭС Команде безжалостных профессионалов, владеющих искусством захвата пленных Захват — одна из основных задач спецназа Сегодня кровавые жертвоприношения заменяются сбором информации Вот почему все правительства стараются защитить особо важные цели, чтобы извлечь из них информацию Современный захват пленных требует такого же мастерства и смелости, как и во времена воинов-орлов Обычно захват — это короткий всплеск крайней агрессии и мобильности С первой секунды вы знаете, что цели или цели будут реагировать, поэтому сразу стараетесь овладеть ситуацией Затяните захват, и тогда плохи ваши дела У воинов-орлов не было такого сложного оружия, как у современного спецназа Ритуала Ацтеки также использовали обсидиан для разнообразных наконечников копий и стрел Они легкие, прочные и невероятно острые Но без средств доставки, так сказать, они ничего не стоят Ацтеки использовали очень простую и примитивную форму доставки Например, эту копьеметалку атлатль В принципе, это длинный кусок дерева В данном случае он вырезан из ветки Она изогнута и хорошо лежит в руке В дереве вырезано отверстие и канавка для дротика Принцип прост Атлатль всего лишь удлиняет вашу руку И удваивает силу броска Вооруженные атлатлем воины-орлы Могли поражать врага с дистанцией свыше 100 метров Если дротик попадет в горло или сердце, то, не имея никакой брони, вы умрете Но атлатль прежде всего был разработан не для убийства, а для выведения из строя Главный плюс этого оружия в том, что оно делало противника недееспособным При попадании в руки или ноги человек не мог ни сбежать, ни сопротивляться Противник ранен, но не убит Воины-орлы использовали обсидиан еще в одном виде оружия Как наконечник основного копья Ацтеки применяли обсидиановые наконечники копий, отточенные по краям и с острым концом Длинная древка увеличивала дальность действия копья Можно было обойти оборонительное оружие противника и ударить по болевым точкам Наносите множество быстрых и точных ударов Пьете по горлу В пах Возможно даже попасть в подмышки И при этом вы остаетесь в безопасной зоне вне досягаемости оружия противника Конвойные команды воинов-орлов прекрасно использовали копья с обсидиановыми наконечниками для усмирения пленных Очень удобное средство для того, чтобы сбить пленников в кучу и направить их в нужном направлении А если потребуется, можно перевернуть оружие и ударить тупым концом, чтобы подавить даже мысль о сопротивлении Владея столь разнообразным оружием, воины-орлы доминировали в Центральной Америке Но вскоре им предстояло столкнуться с противником, о котором они не имели ни малейшего представления Все началось с серии странных событий в столице ацтеков Тенечтитлане Шел 17-й год правления Монте-Сумы Он правил империей как никогда огромной и сильной Но этот всемогущий правитель пребывал в сильном волнении В культуре ацтеков сильна вера в предзнаменования А было 12 предзнаменований того, что грядет ужасная катастрофа В ночном небе были видны огненные полосы Сообщили, что вода в озерах вокруг города внезапно забурлила и закипела Без всякой причины храмы внезапно охватил огонь, и они сгорели дотла Нетрудно представить, как они были напуганы этими знамениями Апрель 1519 года Затем до Монте-Сумы дошли тревожные вести с самого края империи Загадочная сила, которую описали как плавающие крепости, приближалась к восточному побережью Странные люди высадились на берег У них белые лица, непонятное обмундирование, а также неизвестное и мощное оружие Великую пятницу 1519 года Эрнан Кортес с небольшой группой конкистадоров высадился на американском материке Они хотели объявить эти земли собственностью их бога и короля Испании, а еще мечтали разбогатеть Но за испанцами следили Воины-орлы внимательно наблюдали за каждым их шагом и тут же отсылали донесения в столицу Монте-Суме не терпелось узнать, что это за люди, что их привело сюда, чего они хотят и как вести с ними дела Император срочно созвал Большой военный совет, чтобы разработать план действий Вокруг Монте-Сумы сидели его приближенные и высшие советники Многие высшие советники были военачальниками, так что воины-орлы определенно были в составе этих советов Члены военного совета, на основе поразительных рисунков с натуры, пытались разобраться, что представляют собой пришельцы Внимание воинов-орлов привлекли изображение странного и мощного неизвестного оружия Очевидно, что это орудие смерти Из него можно было убить кого-то на большом расстоянии, оно было шумным и дымным Был звук, дым, выстрел Но ацтеки увидели не только странное оружие Были два вида незнакомых им животных Они были потрясены этими огромными созданиями, лошадьми А испанские боевые собаки — ужасные твари Они никогда не видели лошадей, никогда не видели собак, обученных убивать Это был шок для них Слишком много неизвестных технологий Они тревожились, что же все это значит? Но младший брат Монтесумы, Куитлауак, был не из пугливых Как военачальник он требовал провести быструю кампанию и уничтожить пришельцев Он утверждал, что хотя у них странное новое оружие, они малочисленны и не могут сравниться с воинами-орлами Но мир ацтеков подчинялся религии И как верховный теологический лидер Монтесума хотел найти духовное объяснение появлению этой странной армии Его внимание привлек похищенный разведчиками испанский шлем Судя по некоторым источникам, он предположил, что это головной убор бога войны Уицелопочтли Мне кажется, что когда Монтесума осмысливал эту информацию, он придал ей религиозный оттенок Он решил, что это предзнаменование с небес Другие источники уверяют, что Монтесума связал пришельцев с Кецакуатлем Бледнолицым богом, который исчез за морем на востоке Согласно пророчеству, если Кецакуатль вернется в первый год тростника по ацтекскому календарю, он свергнет правителей Шел как раз первый год тростника, и предводитель с белым лицом появился с востока Может это возвращение богов? Может Кортес древний мексиканский бог? Что происходит? Зачем эти странные люди высадились на моем побережье? Чем все это закончится? Монтесума отказал Куитлаоку и партии войны Он решил, что насилие – неподходящая стратегия для того, чтобы удалить это странное войско от столицы Посланники предположили, что белые ценят всего одну вещь превыше всего – золото И Монтесума решил откупиться Кортесу преподнесли прекрасные золотые подарки Это было худшее, что мог сделать Монтесума Они сразу заинтересовались «Мы получили прекрасные вещи, хотим еще» Испанцы двинулись прямо на столицу ацтеков Чем больше им предлагал Монтесума, тем больше их интересовало «А что там еще есть? Что еще у него осталось?» В итоге Кортес появился у его порога 8 ноября 1519 года После трудного семимесячного похода Кортес с группой конкистадоров вышел наконец к столице ацтеков – Теначтитлану Ничего подобного они прежде не видели Только увидев Теначтитлан, они осознали истинные размеры владения ацтеков Конкистадоры были потрясены красотой Теначтитлана Центр города окружен зданиями, построенными на острове, а вдали виднелись покрытые снегом вулканы Потрясенные испанцы отправились по Дамбе, отделяющей столицу от остальной страны Несомненно, это был самый большой город из тех, что они видели, с населением в четверть миллиона человек Этот город был лучше и прекраснее Севильи или Гранады Наконец-то Кортес встретился с человеком, чью могущественную и богатую империю он планировал захватить Испанские источники утверждают, что он преподнес Монтесуме ответные дары Историки расходятся во мнениях, принял ли Монтесума Кортеса как бога или просто как уважаемого посланника могущественной иностранной империи Как бы то ни было, без сомнения, император с почетом встретил конкистадоров Монтесума устроил Кортесу и его солдатам наилучший прием Он предложил им дворец Ашаякатля Испанцы были желанными гостями мексиканского правителя Случайно или намеренно, но Монтесума пустил испанцев туда, где за ними можно было следить Дворец находился рядом со штаб-квартирой воинов-орлов Кортеса разместили во дворце бывшего правителя рядом с казармами орлов Скорее всего, он познакомился с воинами-орлами просто потому, что они были самыми выдающимися фигурами общества А теперь воины-орлы не спускали с испанцев орлиных глаз И, несомненно, дали им понять, чем они занимаются в империи Испанцы быстро вычислили в них солдат по их одежде, манере держаться Теперь они были словно две враждующие уличные банды Но воины-орлы были сбиты с толку поведением испанских солдат в своей среде Казалось, что они больше проявляют интереса к золоту, чем представляют подлинную военную угрозу Кроме того, воины-орлы превосходили испанцев численно и держали их в отдельном дворце Но ацтеки не представляли, что за людей они впустили в свой город Несомненно, Кортес был умным, стратегически мыслящим военным Он осознавал, в какой трудной ситуации оказался, но также понимал, какие богатства и вознаграждения стоят на кону Пока что между испанцами и воинами-орлами сохранялся хрупкий мир Но ему не суждено было продлиться долго Вскоре Кортес получил срочное донесение с побережья Семеро их товарищей по оружию были атакованы, а затем убиты по ацтекским законам Испанцы взяли в плен, связали и притащили к алтарю И там им вырвали сердца, одно за другим Конкистадоры были потрясены новостью Это послужило своевременным напоминанием об их вероятной судьбе в случае нападения воинов-орлов Но теперь испанцы были одержимы местью Солдат убивает, а не приносит в жертву Он умеет убивать, но не устраивает резню А ацтеки преднамеренно убили беспомощных пленников 14 ноября 1519 года Но осторожный Кортес направил гнев своих людей в нужное русло Во главе вооруженной делегации он направился во дворец С целью захватить заложника Но не простого заложника Похищение Монте-Сумы стало одним из его продуманных ходов Кортес поступил умно, сказав Будь моя воля, я бы тотчас же отпустил вас, император Но мои капитаны жаждут вашей крови Поэтому я забочусь о ваших же интересах Непонятно, почему Монте-Сума поддался угрозам Кортеса Но в итоге он уступил, и могущественный император покинул свой дворец И оказался под бдительным домашним арестом Чтобы использовать Монте-Суму как марионеточного правителя Нужно было иметь хоть какое-то согласие И трудно сказать, как его достигли Угрозами или предложениями о сотрудничестве В любом случае, похищение Монте-Сумы стало началом беспрецедентного кризиса Для строго иерархической империи ацтеков И скорее всего, решение могло прийти от старших военачальников и командиров воинов-орлов Вполне вероятно, что большую часть инакомыслящих составляли военачальники Крудно представить, что эти великие и смелые воины Покорно разрешили бы испанцам править ими Несомненно, в кулуарах активно обсуждали план действий Понятно, что лидером всех недовольных воинов стал брат Монте-Сумы Уитлауак Он с первого дня выступал против испанцев Но в империи ацтеков не было прецедента, когда народ пошел против воли императора Император был командующим армией, самым высокопоставленным человеком в государстве Он считался полубогом Если он сказал, что его устраивает ситуация, значит, так оно и есть Желая усугубить ситуацию, Кортес потребовал ключи от Тото Кале Огромной императорской сокровищницы Вот ради чего испанцы пересекали моря и рисковали своими жизнями Ювелирные изделия Драгоценные камни И золото Много золота Согласие Монте-Сумы, Кортес стал править городом, эффективно нейтрализовав воинов-орлов Но затем его тонкая дипломатическая игра рухнула в одночасье 24 июня 1520 года Когда Кортес вернулся после поездки на побережье, он увидел, что Теначтитлан восстал Он вернулся в город и, к своему неудовольствию, увидел, что его войска окружены во дворце и их силы на исходе Кортес покинул город в состоянии шаткого мира А вернулся к кровавому погрому Альварадо, которого он оставил вместо себя, оказался, мягко выражаясь, тупым инструментом Он спровоцировал совершенно ненужное Кортесу сражение Альварадо вырезал до тысячи высокопоставленных ацтеков, включая командира воинов-орлов, во время религиозного праздника в главном храме В разгар праздника он решил напасть и уничтожить его участников, чем вызвал в городе большую тревогу и страх, как вы сами понимаете Это стало последней каплей для военачальников и взбешенных воинов-орлов Они решили, что пора нанести ответный удар Высокопоставленные чиновники решили, что Монтесума — отрезанный ломоть Его авторитет подорван, репутация представителя богов подмочена И они решили отказаться от него Они сместили его, хотя он был еще жив, а это неслыханно На его пост, по мнению воинов-орлов, был только один претендент Герой бесчисленных войн — Уитлауак Уитлауак тут же приказал воинам-орлам действовать И испанцы оказались как раз там, где им и следовало быть — в полном окружении во дворце в центре города Испанцы оказались во дворце как в ловушке, лишенные всего необходимого Нет сомнений в том, что испанцы боялись за свои жизни Они осознали, что против них выступила слаженная военная машина Перед лицом превосходящих сил Кортес уговорил Монтесуму обратиться к подданным с просьбой выпустить испанцев из города Но несчастного императора осмеяли и забросали камнями Монтесума был смертельно ранен И теперь Кортесу предстояло сделать нелегкий выбор — сражаться с подавляющими силами противника или сдаться с неизбежными последствиями Они спали в броне рядом с лошадьми, готовые бежать в любой момент Они прекрасно понимали, что оказались в критическом положении Уитлауакс собрал командиров на тайные совещания и ознакомил их со своей стратегией полного уничтожения врага Он истощит силы конкистадоров и вынудит их принять сражение на открытой местности Если они предпочтут бежать, воины будут наготове Частью плана было решение сделать выезд из города невозможным Центр города окружен широким озером Покинуть столицу можно было только по пяти дамбам, соединяющим Тенечтитлан с остальной страной Испанцы были осаждены во дворце рядом с участком главного храма Проще всего им было выбраться из центра на запад по дамбе Токуба и отступить по ней вглубь страны Но у Куитлауака был надежный способ перерезать пути побега по всем пяти дамбам и поймать врага в ловушку Астеки просто убрали мосты, по которым люди пересекали каналы Они поняли, в какую опасную ловушку угодили Предполагалось, что когда испанцы рискнут проверить, насколько разрушена дамба, воины-орлы будут готовы их уничтожить Лучший момент для нападения на отступающие войска Легче всего уничтожить противника – это загнать его в воду – лучшее место для засады 30 июня 1520 года Положение испанцев становилось все более безнадежным Когда Кортес поднялся на стену, чтобы найти вероятные пути отступления, он был поражен увиденным Кортес увидел разрушенные или приведенные в негодность мосты Хуже того, у испанцев почти закончились вода, пища и порох Выбор у них был невелик Выйти и быстро погибнуть от рук воинов-орлов или остаться и умереть голодной смертью Они решили прорываться Кортес оказался в ловушке, но загнанная крыса нападает Он приказал сорвать деревянные балки из потолка дворца Испанцы связали их веревками вместе в надежде, что этот импровизированный мост закроет брешь в дамбе Конкистадоры приготовились к прорыву, но сначала им нужно было выполнить последнюю важную работу Это многое говорит о них Перед прорывом они разделили золото и каждый получил свою долю Каждый солдат набрал золото под завязку Грех было упускать такую возможность 1 июля 1520 года Полночь. Испанцы покинули дворец Они беспрепятственно проскользнули украдкой через город и направились на запад к дамбе Токуба Они начали прорыв ночью Это был город с прямыми, широкими улицами И трудно было выбраться из центрального района на дамбу Испанцам казалось, что все идет хорошо Они дошли до озера и тут Мексиканцы были готовы уничтожить столько испанцев, сколько смогут Вскоре воины Орлы вывели из строя переносной мост Теперь испанцы попали в ловушку прямо на открытой дамбе Ацтеки могли атаковать испанцев со всех сторон Тогда как у тех была лишь узкая дорожка для отступления Воины Орлы закалены в боях Они опытны, а их ужасное оружие наносит жестокие раны Испанцы были в броне, но численное превосходство ацтеков оказалось подавляющим Несмотря на их явно лучшее вооружение, испанцы гибли от рук воинов Орлов Испанцы отчаянно пытались пробиться и перепрыгнуть через пролом в том месте, где был мост Затем начался хаос Люди перепрыгивали через других людей в попытке преодолеть дамбу Теперь испанцы расплачивали за свою жажду золота Они бились за свою жизнь и за золото, которое каждый тащил на себе Так что они были либо невероятно храбрыми, либо невероятно глупыми Многие из них попали в беду, потому что тяжесть золота под одеждой тянула их на дно и они тонули Кортес и несколько человек сумели вырваться, а остальных окружили, связали и утащили прочь воины Орлы Они хорошо знали, что сделают с пленными Испанцы не сдавались, скорее всего их оглушили, взяли в плен и утащили прочь Гордые воины Орлы несколько месяцев страдали от унижения со стороны испанских захватчиков Теперь настал час расплаты Испанцы, сумевшие добраться до безопасного места, могли теперь лишь в ужасе смотреть на город До них доносились крики жертв на пирамиде, вопли их убиваемых товарищей Воины Орлы уничтожили большую часть армии Кортеса и вернули почти все украденные сокровища Легенда гласит, что Кортес плакал, глядя на резню Испанцы назвали этот прорыв «Ля ночи триста» – «Ночь печали» Для воинов Орлов это был их величайший час В течение года Кортес собрал новую армию и снова пошел на Теначтетлан После месяцев ожесточенных сражений испанцы наконец взяли разрушенный город Но воинов Орлов победила не холодная испанская сталь А опасные европейские болезни Тысячи воинов Орлов и миллионы ацтеков заболели оспой и вымерли В истории воинов ацтеков часто описывают как безнадежно неэффективных против конкистадоров Однако Безусловно, что во время «Ночи печали» воины Орлы одолели испанцев На тот момент самую могущественную нацию Европы Это была их величайшая военная победа в период испанской конкисты Нет сомнений в том, что События «Ночи печали» и изгнание испанцев из города Стали важной победой ацтеков «Ночь печали» была тактической победой ацтеков Они разбили испанцев, но некоторые сумели ускользнуть Убивание их всех, все могло бы сложиться иначе Сегодня мексиканская столица стоит на руинах одного из самых потрясающих из когда-либо построенных городов И на костях тех, кто был одной из самых грозных боевых сил Ацтекских воинов-орлов Программа к показу подготовлена компанией «Эсдиамедиа» в 2014 году Перевод – Геннадия Максимова Текст читал Роман Антонович Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова